друзья всем снова привет это уже у нас четвертое видео по созданию дома сегодня мы поработаем с окнами но отличия будут вот на относительно этого балкона потому что если балкон мы в принципе строили все делали на глаз то окна мы будем делать по используя референсы прямо в блендере почему так сейчас покажу я один важный момент если нам включить наш дом то у нас есть эти оконные проемы но сразу же сразу скажу что эти оконные проемы они не соответствуют как сказать объему окна если если выражаться правильно потому что здесь может быть более правильно сказать нет определенных пропорций в окнах вот поэтому мы будем делать наши окна по референсам к сожалению у нас именно на этом доме почти нет окном окон ну вот можно только старое окно увидеть а так вот вы именно в этих референсах ничего такого нету здесь в основном пластик используется поэтому еще в прошлом уроке я в архив которые есть для для этого урока по созданию дома я дать докинул референс файл pdf именно с окнами вот оттуда мы сейчас возьмем определенные скриншоты ну и скриншоты фотографии и по ним уже будем делать ну что давайте мы начнем и если обратить внимание на референс то сразу же смотрите есть у российских окон определенная особенность но мы говорим о советского советских окнах а постсоветского пространства в россии в основном это двойные рамы даже если посмотреть то можно увидеть двойные рамы у них есть определенное отличие но есть отличие в порках то есть как они закрываются но в общем это зачастую это двойные рамы но если конечно мы не касаемся где-то теплых частей россии то это очень важно и в компьютерных играх я не знаю по какой причине почему-то этот момент упускается может быть и за то что не хотят заморачиваться в создании двойных может быть просто недостаточно следует но мы сегодня сделаем более правильно вот и мы сегодня будем делать вот такой стандарт окна чем он отличается от окон уже это это вот и вот это вам а это более советского образца чем отличаются они от постсоветского пространства уже здесь сразу могу показать наверно да вот я думаю что вот это окно видно смотрите в одном из уроков я тоже показывал видео мы делали в основном такие окна и отличие в том что у окон постсоветского пространства добавлено вот этот вот это внешняя часть которая прижимается кроме вот а у советских окон у них не было такого если обратить внимание то у них сверху вот такой вот какого нахлёста вот этого его нет он только вот был получается между створками сверху этого нахлёста не здесь нахлёста нет и окна входили в принципе просто вовнутрь вот это такого же стандарт окна и еще один важный момент если современные окна и окна постсоветского пространства они открывались а внутренние окна по моему там вовнутрь открывается а наружные окна наружу открывается то советский стандарт все окна открываются вовнутрь сейчас я на покажу что-то подобное тут есть точно так или не на этих референсах а ну вот вот кстати да вот это советские окна и и можно увидеть да что нахлёст только идет между рамами между створками один нахлёст сверху нету и окна все открываются вовнутрь вот и этот важный момент для для нас это очень важно это показывает то как нужно исследовать референс и обратите внимание что наружнее окно она по размеру получается наружные створка окна она по размеру меньше чем внутренние но это понятно чтобы получается программа для наружной створки она объема меньше для того чтоб открываться могло это это тоже важный фактор можно его учитывать можно не учитывать и я думаю что если даже вы его не будете учитывать то никто этого не заметит но мы сделаем думаю что все как по стандарт и сейчас давайте мы так как у вас в наличии нет этих скриншотов но есть файл prf вы его можете скачать по ссылке в описании но всегда там есть поэтому мы сейчас прям из него из партнём файла прям блендер мы для этого найдем подходящий нам окно вот кстати окно постсоветского пространства она уже идет с нахлёстом здесь на раму так и у меня есть два образца первое окно вот у нас получается общая форму отсюда берем одно окно мы будем делать вот такое и одно окно вот такое поэтому мы их сейчас оба экспорт нём для этого выбираем файлик ну фотографии правой клавиши нажимаем нажимаем сэй во вкладке сэйф есть кнопка selected image то есть выбранное изображение нажимаем выбираем то куда мы экспортируем у меня это будет в референции просто выбираем эту папку вот таким вот образом чтобы она здесь появилась вот и даем название допустим я напишу и теперь у нас получается мы ставили название дальше просто экспорт и наш наша картинка окажется в том месте где куда мы ее направили так и остается только знаете что еще сделаю я сейчас у нас details и это балкон у нас обратите внимание что я не пишу нигде русских названий не использую но кириллицу потому что это довольно плохая затея использовать кириллицу вообще где где-либо вы движке хоть в 3d пакете потому что это может создавать определенные ошибки и но можно транскрипция писать дальше я создам новую коллекцию и назову его detail details window или окна можно писать без задницы все дальше мы все это скроем у нас есть коллекция для того чтобы у нас была пустая сцена теперь вы берете просто тот скриншот который вы сохранили и просто можно перетащить сцена вот таким вот образом все у нас готовы референс единственное что позиции его нужно выставить выделяем 0 и локейшин тоже 0 так вот и дальше просто по оси и x я его повернул ой так x надеюсь 90 градусов все у нас есть выставлены референс и по нему может и дальше делать я начну создание сначала так можно начать создание рамы можно посмотреть на референсах у нас есть более детальные части посмотреть как рама выглядит вот а принципе это она и есть вот это равно вот можно увидеть что идет внешняя часть рамы она чуть выше идет потому что нам нужно окно чтоб открывалась не терлась об эту часть внутренняя часть рамы она уже ниже идет вот это выемка давайте сделаем я наверно буду делать из клуба вы можете из плен делать выставляем купон где-то пусть будет он чуть чуть дальше потому что мы понимаем да что здесь у нас она замазана рама поэтому чуть больше будет как бы это не страшно вообще внешняя часть она не не прям уж так уж важно но единственное что нам потом придется подогнать его под определенные размеры к примеру что у нас есть крайне размер так вот раз два три четыре здесь но здесь 4 метра мы конечно потом это все уменьшим вот но нам нужны нужно так сделать окно чтобы она делилась на 10 сантиметров это это нужно для того чтобы в игровом движке потом легче эти модули складывать но я чуть чуть попозже покажу что это значит есть если объяснил непонятно эту часть можно ладно потому и логать не будем так вот или принципе ладно с вай и сейчас нам нужно внутренняя часть можно обе сразу сделать нам получается нужно сузить ее примерно вот до до сюда так клавиша ай я уменьшаю ее примерно вот так вот и здесь есть интересно должно быть должен быть должна быть такая штука которая получается делает так чтобы у нас расстояние вот этих вот и и здесь расстояние было одинаково я вот как-то не нахожу ее потому что тут расстояние скорее всего разное можно кстати проверить давайте сделаем помните да вот так вот выделяем эти части точно также потому что нам нужно понимать что рама она не вот не так делается она делается складывается из брусков вот и мы ее сразу же разделим из-вдоха и источник у единственное что важно помнить что внешняя часть окна она выше стоит это довольно важное замечание здесь так и там получается вот к сожалению я не могу увидеть наверное здесь не выше идет только выше получается ладно короче сейчас туда просто вытянем ее можно то прям запутаться примерно так самой рамой чуть попозже принципе здесь важно нам соблюдать то что мы ранее делали но получается что у нас эта часть уже чем эта часть и здесь нужно будет сделать соединение это несложно такие я думаю что поменьше это вот так вот сделают чуть-чуть здесь единственное что нужно разобраться как у нас был сок идет ну и вот так вот у нас получилась такая у нас получается смотрите шов будет проходить вот таким вот образом это можно есть для развертки здесь можно соединить потому что потом развертку сложно будет делать если энгон будет бывает неравна получается вот поэтому можно здесь будет соединить сейчас пока нам не нужно то я думаю что с внешней рамой мы решили вопрос единственное что я вам скажу хотя вот эту часть зачастую мы не видим если такая конечно рама она не вывалилась у нас из стены но мы не сделаем все на закрытой и причина в том что при создании света а в игровых движках зачастую закрытые объекты создают более лучшее освещение то есть на них с тень более лучше создается чем у открытых и не создаются внутренние просветы поэтому эту часть мостая может быть еще добавим что-то сюда для того чтобы можно было раму использовать отдельно но единственно что у него него там когда если отдельно раму смотрите у нее получается вот эта часть вот она вдавлена немножко да она получается вдавлена и вот и помните важный момент который я уже показал это у нас получается из скосы здесь то есть сейчас у рама напрямая но нам необходимо будет скосы чтобы рама сама по себе отрабатывала сейчас я не буду делать эти скос потому что пока нам она нужна прямая но ближе к заключению мы сделаем вот так вот такую штуку если кому-то непонятно то мы сделаем чуть-чуть вот так вот чтобы у нас был скос чтобы был объем сейчас пока мы этого делать не будем так а теперь наша задача с вами это оконные створки сделать принципе они у нас здесь есть вот они так давайте еще один кудак куб добавим пока нам внешняя часть это не нужно мы его скроем и принципе можно написать допустим wind или все тут не потерять и нам нужны вот эти створки точно также я возьму куб сначала курса в центр поставил потом опять куб так с и если нажать клавишу shift light то я запретил кубу сейчас двигаться по оси y он только увеличивается по оси x и по оси z славиша shift в данный момент вот если нам по другой оси нужно запретить мы делаем тоже точно также shift z это запретить по оси z если shift как в движении нам нужно двигать только по определенной оси или наоборот по определенной оси не нужно двигать вот мы мы используем горячие клавиши точно также если shift мы нажимаем g сейчас покажу так храму а мы буду делать по этой части смотрите допустим мне нужно чтобы он двигался только по оси y и по оси x а по z не нужно я просто нажимаю g сейчас он двигается по всем осям я вверх могу право сюда вот а если я сейчас нажму g а потом shift z все у нас вот отмечено по каким осям он двигаться может то есть вверх я уже не могу двигать ну что было видно g6 z сбоку покажу g shift z все ведь я вверх не вне двигается он вот и точно так же допустим g shift x все теперь у нас двигается только по игреку и позитом а по по оси x куб нельзя двигать это просто сейчас появится такая у нас вот перспективе думаю видно будет же shift x на вот здесь видно он двигались только так а туда двигаться не может все вот такие горячие клавиши вот есть если кто-то не знал так здесь мы gz и берем середину наши здесь можно ладно принципе пусть будет так середину выставляем и наша задача сделать сначала просто раму а потом здесь просто идет перекладина принципе что-то похоже хотя есть обратить внимание то фоточка чуть чуть больше фэйс переходим сюда делаем как и раньше вот примерно вот так сразу же делим эти части потому что нам нужно будет потом ее скопировать на ту сторону потому g так g и здесь точно так же gx вот единственное обратите внимание сразу потом что рама идет вот с такой фаской мы прям вот сейчас эту фаску выделать не будем мы ее сделаем ровно а потом с помощью карты нормали сделаем уже вот этот декор на фаске вот мы сделали такую раму и сейчас нам нужно ее немножко работать с ней первое можно увидеть что у нас стекло я думаю что на какой бы можно было увидеть вот на такой раме можно увидеть что стекло неровно посередине идет вот это важный момент тоже поэтому мы сделаем смотрите вот такую штуку здесь сейчас так и примерно примерно вот так вот и у нас теперь давайте еще раз reference посмотрим там идут у нас получается штапики вот эта часть она получается шире вот эта часть шире а там идут штапики а мы сделали ее уже вот неправильно джи лай примерно вот так вот она идет вот так плотно делать вот она идет под фаску мы сейчас ее сделаем эту фаску опять возьмем актут наш чтобы равномерно увеличить примерно вот таким вот образом сделаем вот эти и сейчас вот эти части просто я их при магниче с включенной вот этой функции для для того чтобы автоматически мэрджинг был чтобы они объединялись наши вертексы вот и у нас здесь есть теперь конус идет как и должно быть вот она эта рама довольно все правильно и здесь получается у нас идет штапик для игры важно это или нет но опять же вам решать потому что кто-то захочет чтобы создавался объем здесь чтобы окно стекло не просто вырезалась в раму а образно говоря углублялась туда кто-то захочет просто допустим сделать вот а вот такое так джи лай а ну вот так вот то есть вот так то есть принципе можно можно так сделать и потом этот штапик принципе рисовать то есть вы решайте сами можно сделать вот так вот то есть кто-то захочет придать стеклу объем джи лай создать по такую такую образную канавку но не образная на канавка есть потом экструдируемые лучше это сделать с этого вида еще раз вот создать создавство такая вот вот такая рамка и будет создан вид как будто бы реальности стекло туда уходит то есть без проблем можно сделать и так но единственное что сразу скажу здесь так это мы скроем здесь важно помнить что внешняя часть окна она тоже хотя здесь штапик он там выпирает наверх ладно давайте его сделаем мы сделаем вот так сначала эту часть повернем но не повернем подвинем сюда чтоб поближе был вот и нам нужно сделать так как будто бы как будто бы вот эта рейка она тоже выступает то есть мы не текстуру же выступление будет делать а именно как 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 объект вот это делать принципе не сложно просто экструдируем по оси y и или кстати можно блендер говорил что у него есть функционал вот этот экстуд манифилд вот мне интересно здесь работает автоматом сначала я сделала так с привязкой вот теперь можно глянуть работал ли он внутри убрал ли полигона да он их убрал слушайте работает то есть у нас не осталось полигона я хочу интересный момент показать что раньше до вот этого инструмента я бы сделал бы просто вот так вот экструдировал и он не уберет полигоны он их создаст скорее всего да вот видите смотрите у нас создался вот этот полигон а нам он не нужен его можно конечно вручную потом удалить но блендер вот такая штука есть точно так же мы уберем привязкой видите он сразу же удалил этот полигон внутренний вот и потом мы просто берем опять экструд и экструд и по оси а носит ось нам нужно потому что их тут выбирает сначала по нормале вот на здесь написано нормально вот мы чуть-чуть выдавливаем сюда вот у нас получилась такая и по штабе катат вот эта часть нам не нужна и сохраняться не забываем вот у нас получилась такая рамка вот этот штабик мы немножко потом там можно принципе сейчас кстати зря я удалил я вот эту штуку потому что она нам нужно все таки ну вот такая штука получилось это мы сделали с вами вот эту вот часть она здесь идет из получается по диагонали вот эта часть разрез будет по диагонали то речки которые держат окно вот мы мэра мы сделали и теперь нужно вторую же ее часть сделать так давайте мы сейчас сделаем вторую часть нашей лорке мы ее чуть-чуть эту часть уменьшим для того чтобы они у нас не соединились вместе gx так вот я создам зеркальное отражение хотя смотрите еще один важный момент забыл забыл на у нас же еще идет вот эта часть вот давайте сейчас делаем это я по ней что-то прям совсем забыл и я думаю что смотрите здесь лучше лучше все лучше хотя ладно давайте сейчас мы опять проверим я хотела на увеличение я почему бы не уменьшить на внешнюю раму вот такая получается рама у нас и теперь нам нужно ее скопировать на ту сторону можно с помощью модификатора можно с помощью у нас hardops это делает вот я вот так сделал против у нас есть вторая часть нашей рамы здесь единственное получается вот эти части они у нас идут ровно хотя нет давайте посмотрим да вот они кстати идут не так как я думал вот получается моя ошибка в том что я не обратил внимание что я все время ориентируюсь на это окно а у него получается у него здесь идет рама и вот это окно она входит в эту раму то есть как бы не двухстворчатая вот а у этих окон вот у этого окна у него смотрите так я сейчас найду что-то похожее только что видел и потерял вот можно увидеть что у него вот эта часть она прямая идет только сверху будет у нас получается только сверху идет этот вот эта часть вот спереди где окна соединяется там идет прямо все вот даже здесь вот видно она просто идет прямая линия а здесь идет такая штука которая раму втыкается поэтому нам нужно сделать принципе то же самое вот в этих частях мы ее подвинем потому что это неправильно это неправильно так это и удалю вот это удалю она нам не нужно сначала мы исправим было видно нам тогда именно в этом месте и я соединю ее суда опять же можно кстати это конечно наверно не сыграет роли принципе сыграла вот она здесь соединилась сразу же вот вы теперь окно является правильным здесь она у нас заходит здесь доходит и держится вот потому что здесь у нас получается еще сверху идет планочка и сенатор вот а вот вот эта часть она сдерживает как бы не закрывает эту щель посередине так ладно alt x все мы сделали вторую часть нашего окна и теперь если обратить внимание на вот эту часть хотя здесь смотрите тоже здесь нормально а вот на том окне которое мы использовали который у нас в референции здесь вот вот можно увидеть что у него может быть или нет то все таки не за рисунка а поточка она чуть чуть больше но так как мы делаем для игры этот опять же вопросом для нас он не важен поэтому мы сделаем так как проще было бы мы просто добавим сюда планку возьмем наш 3d курсор примерно в эту часть его ставим теперь в режиме редактирования я перейду сюда добавлю куб сзади или даже смотрите мы сделаем а хотя я хотел вот эту часть вы не запустите если в этом смысл там же у нас фоточка идет да здесь просто планка идет поэтому как бы это вопрос не важен поэтому продолжаем так это мы скроем опять с и с здесь притык но чуть-чуть не будем делать притык потому что нам не нужен z fighting и не хочется ее сидеть прям обрезать джи и джи вай примерно так и края чтобы они чуть-чуть заходили здесь то же самое для форточки мы это наметили и так но у нас сохранить нужно джи з примерно вот так сделаем это тоже джи з примерно вот так и смотрите здесь так как у нас идет фоточка поэтому вот эта часть она должна быть ровной и мы сейчас как раз это и сделаем для этого мы выделим вот так вот так потом мы выделяем все это и с z 0 по нулю мы выставили чтобы линия была ровная вот сейчас покажу что я делаю если повести вверх то у нас объект будет вот таким он он чуть-чуть искажается и скорее всего здесь он чуть-чуть может тоже искажен хотя он принципе между ними стоит между вот этими частями в принципе да он в нуле стоит то что я сейчас за там дело но если вдруг смотрите если вдруг у вас вот так вот становится объект делать просто ssd 0 все вот вот до этой линии опустил его и вот эти части нам нужно выпрямить выпрямить вот это скрыть нужно помешает у нас получается здесь вообще довольно много убивать придется ну тогда вопрос надо ли это или просто текстурой потом ее закрыть давайте попробуем вопросом ну вот что то такое да у нас получается осталось только фортик добавить так наше окно что поближе его рассмотреть . это просто прямая такая штука идет и у нас внутри фото внутри окна по идее по идее должна быть вот такая штука но не знаю будем ли мы и делаете если в этом смысл опять же давайте фоточку поставим . . . . . . . . . все больше мы добавлять ничего не будем у нас же получается двойная рама идет но она отличается тем только что она чуть-чуть по размеру меньше этой для начала я бы хотел на метки сделать здесь для шарниров чтобы они настолько были ближе насколько это возможно вот они здесь и поставлю примерно сюда добавим они сейчас нам это не сами шарниры это просто мы их разметим чтобы на будущее примерно знать где находится допустим поставим 6 и размеры сразу же вот и gz сразу же я его поставлю сюда а я вас не скопировал cd z и alt x симметрия то у нас не там так поэтому вся курса суда поставим там уже alt x опять никто сделал позицию сначала а потом уже вот теперь все правильно его выставили сюда пусть они здесь у нас и будут пока их можно привязать к вам тоже так это выключить и фоточку тоже принципе ее можно привязать единственное что смотрите чтобы она не объединилась потом с точками режиме редактирования можно проверить ее сразу же отделяется да и у нас здесь видно что рама чуть не совпадает и поэтому ее мы тоже выгоним но чутка попозже пока это не так уж и важно сейчас пока я не буду этим заниматься так дальше мы нашу базу выставляем эту окону раму g мы его так выдвигаем сюда и теперь важно нам ее подровнять чутка вот а подровнять нам нужно под базу оконную то есть не базу оконную под нее а и это окно под базу и и мы смотрите делаем вот так вот мы выделяем вот эту часть всю именно верхнюю вместе самой для того чтобы нам оконную раму не испортит в принципе все этот внешняя рама она готова и внутренне она делается таким же образом мы просто копируем его по оси у можно отделить ее сделать допустим отдельную раму чтобы легче было работать и внешне мы скроем ой скрыть это клавишей вот у нас получается такая штука то есть она будет свободно открываться в наружу наружной части все как по заказу у нас есть есть внутренние рамы есть наружные вот таким вот образом мы сделали с вами окно которое вполне прилично смотрится тут можно будет добавить декор какой-то вот такие вот штучки так это не то вот эти вот вот такие вот это получается дождя от влаги чтобы вода стекала сюда не вам увидим ну и смотрится смотрится будет более естественно в принципе то окно у нас готово единственное что некоторые размеры его нужно будет подогнать причина вся в том что допустим как может было видно да у нас дистанция между окнами довольно маленькая относительно этой дистанции причина вся в том что у нас рамы довольно толстый этот вопрос тоже не проблемные то что нужно будет сделать потом или сейчас или потом вот эти мы просто можем либо их отмасштабировать в индивидуальном вот так вот взять 3d так индивидуал и сделать так с x они лучше в режиме адаптирования сделать обе выделяем кроме вот этих частей кроме шарнира с вай делаем что-то наподобие вот такого то есть так можно сделать это не проблема можно обычная какие-то части уменьшить допустим брать и буквально смысле уменьшать сделать чуть поуже вот эту часть вот потом сделать вот эту часть чуть поуже вот тогда у нас допустим по планке вот эти вот они не сплющится вот и смотрите уже довольно больше места у нас становится между окнами единственная ситуация что придется проделать это то же самое с вот этими частями со всеми опять же мы наберем пример вот так чуть уменьшаем все это меня сюда и здесь тоже вот и тогда нам мы просто берем вот эту часть и вот бегаем я сюда так она выступала и эту часть вот и у нас уже смотрите нас уже появилось место здесь довольно много я хочу сказать что не стоит прям зацикливаться на каких-то мелочах если прям пытаться сделать что-то в точности где-то выкручивать что-то выделывать то вы только сами создадите себя проблема потому что некоторые вещи их просто не будет видно вообще никто никогда не оценит прям вот эту точность вот но зато вы кучу работы проделаете но это никак не отразится от результат от на результате в данном случае да кому какое дело какой толщины у меня вот эти части то есть никто это никогда не увидит и не оценит поэтому такие вещи важно понимать подгонку под сам дом мы будем делать чуть попозже потому что сейчас это просто детализации единственное что я вам хочу сказать сделайте пожалуйста вот это окно уже самостоятельно здесь могу подсказать мы просто это окно отличается тем что вот она то как раз у него смотрите здесь идет вот эта часть это окно у него на створке как раз вот эта часть идет вот где створки у него идет вот этот вот эти вот эти фаски то есть их нужно сделать может может не делать но лучше сделать вот потому что здесь у него на раме идут перегородки просто и смотрите насчет перегородок не вшивайте их никогда то есть вот видео я сделал у оточки перегородку я ее не стал вшивать в этом нет вообще никакого смысла в том чтобы вшивать то плодить кучу дополнительных полигонов здесь я сделал полигон потому что он сейчас он не нужен но в будущем он нужен будет скорее всего может и не нужно будет для того чтобы выправить края вот этой створки то есть чтобы не были прямыми вот как здесь у нас сейчас пока этот вопрос не важен мы будем потом ближе к тому когда разведка будем заниматься будем решать эти задачи вот поэтому сделайте это окно самостоятельно уже думаю а я файл файл этого окна я точно также выложу уже а в облаке можете скачать и смотреть его ну что до следующих встреч уже в следующих уроках мы продолжим делать этот дом